Несмотря на то, что красноармейцы всегда дрались до последней капли крови, в плену у немцев побывало больше пяти миллионов военных. И как бы советские люди не были преданы идеалам партии, почти 900 тысяч из них пошли на сделку с совестью и примкнули к нацистам. Животный страх за свою жизнь в условиях войны толкал на предательство сотни тысяч людей разных рангов. Десятки тысяч человек в Великой Отечественной войне воевали против своих же соотечественников. Тысячи убивали своих собратьев. Сотни делали это осмысленно и со звериным интересом. Десятки командовали организованным предательством, и это их нисколько не смущало. 29 октября 1943 года жизнь начальника 205-й авиадивизии майора Ситник круто изменилась. У достойной Ордена Отечественной войны второй степени умелый связист и отважный пилот советской армии Серафима Захаровна Ситник превратилась в предателя Родины, певшего песни для главного советского предателя генерал-лейтенанта Андрея Власова. До того, как попасть в немецкий плен и перейти на сторону нацистов, Серафима Захаровна проявила себя настоящим патриотом своей Родины. Будущая летчица родилась в украинском городе Кировоград в 1912 году. В возрасте 19 лет Серафима вступила в ряды рабочей крестьянской Красной армии. С 1939 по 1940 год Ситник участвовала в советско-финской войне. Полученный там опыт ей очень пригодился и на фронтах Великой Отечественной. За свою плодотворную деятельность в должности командира батальона 49-го полка связи она уже в декабре 1941 года заслужила Орден Красного Знамени. Во время войны Серафима Ситник, отвечавшая за связь, выполняла еще и боевые полеты. А выйдя замуж, добилась перевода в 205-ю истребительную авиационную дивизию, командиром которой был ее супруг Юрий Немцевич. Оставив малолетнего сына со своей матерью, она с честью выполняла поставленные перед ней боевые задачи. 29 октября 1943 год. В этот роковой осенний день Серафима Захаровна вместе с сослуживцем Павлом Скалли выполняла очередное задание на У-2. Ее задачей была транспортировка секретных документов из точки А в точку Б. Отправившись на это ответственное задание, в Красную армию Ситник больше не вернется никогда. После того, как женщина перестала выходить на связь, советское командование решило, что Серафима пала смертью храбрых. 24 декабря 1943 года был издан приказ, признавший Серафиму Захаровну погибшей и исключавшей ее из списков красноармейцев. Муж Серафимы Юрий Немцевич очень тяжело перенес гибель любимой жены. Он, не стесняясь, плакал при посторонних, а на фюзеляже своей крылатой машины вывел надпись «За Симу Ситник». Но каково же было его удивление, когда спустя несколько месяцев ее легко узнаваемый хриплый голос зазвучал из репродуктора, призывая бывших сослуживцев сложить оружие и перейти на сторону армии Гитлера, которая поможет свергнуть Сталина и его коммунистический режим. Оказалось, что Серафима Захаровна не погибла, а попала в плен, где добровольно согласилась сотрудничать с нацистами. По одной из версий, в руки к немцам участница Сталинградской битвы угодила в ходе выполнения важного задания, предусматривавшего приземление на аэродроме вблизь деревни Пятихатки. Исполняя приказ, она и не подозревала, что к моменту подлета эта местность уже перешла под контроль вражеских сил. Серафима Ситник была арестована и отправлена в компетентные органы. В версии, предложенной Кириллом Александровым, автором книги «Армия генерала Власова», говорится, самолет Серафимы Ситник в тот несчастный день был сбит немецкой зенитной артиллерией в районе деревни Николаевка. Летчица Серафима Захаровна была ранена, но тем не менее успела выпрыгнуть с парашютом. Приземлившись, она потеряла сознание, а очнувшись, поняла, что схвачена врагами и доставлена в лазарет, где ей была оказана соответствующая медицинская помощь. На состоявшемся следом допросе немцы стали склонять Серафиму Захаровну к сотрудничеству, однако она ответила категорическим отказом. В качестве одной из причин своего отказа она назвала бесчеловечное отношение нацистов к ее матери и трехлетнему сыну, которые, по имевшимся у нее сведениям, были безжалостно убиты на оккупированной врагом территории. Немецкой военной разведке во что бы то ни стало нужно было разговорить Серафиму. Им была нужна информация о командном составе дивизии, в которой служила Ситник. И тогда в дело был вовлечен коллаборационист Виктор Иванович Мальцев, занимавший должность командующего военно-воздушными силами Комитета освобождения народов России. Последователь генерала Власова Виктор Мальцев, переговорив с Серафимой, которая находилась в Мурецфельде, велел разведгруппе проверить информацию о родственниках летчицы. В итоге выяснилось, что они живы и здоровы, а советский начальник политотдела дивизии доложил Серафиме Захаровне ложные сведения об их смерти. Немцы тут же послали специальный самолет за матерью и сыном Серафимы и организовали их долгожданную встречу. Воспользовавшись моментом, Мальцев стал уверять Серафиму в том, что советская власть обманывала ее не только насчет родных, но и во всех остальных вопросах. Расчувствовавшаяся летчица, подавшись эмоциям и психологическому давлению, наконец дала согласие на сотрудничество, при условии, что ей будет позволено сохранить военную форму СССР с погонами майора и носить полученные на родине награды. Вступив в ряды русской освободительной армии под командованием Андрея Власова, Ситник была принята в авиационную группу. Однако ранение, которое она получила при попадании в плен, не позволило ей больше подниматься в небо. И тогда было принято решение о переводе Серафимы в отдел пропаганды. Поставив свою подпись под воззванием к русским женщинам и девушкам, которое было опубликовано во Власовском издании «Наши крылья», Серафима Захаровна начала деморализацию советского тыла. Выступая по радио, она агитировала жителей оккупированных территорий переходить на сторону фашистской Германии. На некоторых фото она была запечатлена с матерью и сыном, но вряд ли ее положение можно было назвать комфортным. Один из пленных советских летчиков, оказавшись рядом с Симой, напрямую спросил ее, кто она сейчас. А никто. Ни в плену, ни на свободе. По-моему, немцы и сами не знают, что со мной делать, ответила женщина. Попавший вместе с Симой в плен с Калей, сумел сбежать из лагеря, но вскоре был пойман и отправлен в концлагерь, из которого его освободили в 1945 году. С Калей успешно прошел фильтрационный лагерь НКВД и был отправлен на лечение в госпиталь, а в конце 1945 его отправили в запасной стрелковый полк, откуда, как правило, бывших военно-пленных после прохождения определенных формальностей демобилизовывали. Муж Серафима Юрий Немцевич в июне 1944 года был отстранен от должности и направлен в тыл на должность заместителя командира полетной подготовки 3-й краснознаменной авиабригады ВВС. Впрочем, вряд ли можно назвать это опалой. Скорее, человеку, пережившему горе, решили подобрать более спокойное место службы. В феврале 1945 года немцевича назначили командиром 250-й истребительной авиационной дивизии в составе 9-й армии Дальневосточного фронта. Он принял участие в Советско-японской войне. Юрий Александрович вышел в отставку в 1947 году в звании генерал-майора. Он умер в Москве в 1956 году. Последние сведения о судьбе предательница Серафима Ситник датируется 1944 годом. Дальше информация о ее биографии теряется в сумбурном поствоенном мире. Одни исследователи полагают, что она вместе с родными, изменив имена, переехала жить в одну из европейских стран. Другие эксперты склоняются к версии, что немцы, до конца ей не доверявшие, устроили бывшей летчице проверку-провокацию. Подозревая, что Ситник хочет вернуться к своим, они подослали к ней под видом советских партизан немецких агентов. То есть, разговорив ее, убедились, что подозрения не беспочвены. И тут же хладнокровно расстреляли перебежчицу в дебрях мазурских лесов. Данные о ней не фигурировали даже в розыскной книге КГБ СССР, в которую сотрудники спецслужб заносили имена всех предателей Родины, проявивших себя на службе вермахта. Топодлинно известно, что советские органы госбезопасности целенаправленно розыском майора Ситник не занимались, так как ее грехи перед Родиной не сочли настолько уж тяжкими. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!